всем привет сшила я вот такие вот брючки и сейчас хочу показать как сделать вот такую вот манжету из кашкарсе на брючке если вы делаете на низ штанины то вам нужно 9 10 сантиметров в высоту все зависит от модели складываем его так вот кашкарсе вдвое лицо у нас будет внутри теперь отсюда мы измеряем 14 сантиметров плюс 5-7 миллиметров либо же 1 сантиметр мы даем на наш припуск на шов высота манжеты будет наша 10 сантиметров плюс нам необходимы припуски на швы и она у нас будет двойная взгиб внутри у нас будет точно такая же резинка как и снаружи нам необходимо двойная высота манжеты то есть если у нас она 10 сантиметров то мы еще 10 сантиметров добавляем сюда и плюс нам необходимы припуски на швы теперь сюда в книзу мы сделаем немножко заужение вот что у нас с вами получилось а теперь когда мы будем выкраивать мы вот вот это вот все срежем лишнее срежем и у нас получится вот такая вот деталь к получается у нас немножечко немножечко вот такой вот скос идет прострочим здесь и сейчас на 0 5 миллиметров либо же на 7 миллиметров разутюжили мы вот так вот с вами наш срез теперь же соединяем друг другом а так вот все аккуратненько поправляем теперь на утюг и приутюжим нашу манжету теперь берем нашу штанину нас с вами будет боковой шов это у нас будет с вами шаговый шов к этому шву мы подкладываем шов манжеты я получается вот так вот вот загибаю между собой их между собой и вот эту вот резинку выворачиваю вот сюда вот наверх выворачиваю вот сюда наверх резиночку теперь шов шов я соединяю все что у меня вот здесь остается я когда я буду сейчас строчить я буду все это натягивать получается начинаю я строчить их по кругу и при этом я буду резиночку вот так вот вот немножечко натягивать чтобы весь мой излишек вот сюда вот на эту резинку вот таким вот образом сейчас на машинке все это я про строчу немножечко вот так вот вот натягивая положила я вот так вот свою манжету а теперь смотрите если мы шьем по манжете нитки у нас будут черного цвета так как у меня изнанка идет серого цвета то ниточки у меня будут серого цвета в цвет основной ткани а вот вот мы прострочили сейчас с вами нашу штанину и теперь я должна это все дело вывернуть то что у нас с вами теперь получилось и такая вот классная кашкорсе теперь нам необходимо наш вот этот шов обметать чтобы он не сыпался в будущем после обметывания у кого и желание вы можете вы здесь и но на 0 5 миллиметров вот края сделать отделочную строчку но я в данном случае делать не буду